МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так... А я Линкольном. Ха! Бью Джексоном. Ха! Гранд! Франклином его! И Вашингтоны на погоны. Опа! Как же, ну... Это что здесь происходит? Вы что, играете в деньги на деньги? Никак нет! Как нет? Когда? Изучаем валюту потенциального нарушителя. Значит, я для них там повышение выбиваю, ночами не сплю, а они мне тут... Ну-ка, брысь. Сейчас мы узнаем, кто из вас достроен повышения. Уберите этот мусор. Внимание! Первый вопрос. Товары эквивалентны какой сумме можно провозить в страну при пересечении границы на автомобиле? Эквивалентны 500 евро при общем весе 50 килограмм. В эту категорию включены товары и сувениры. Но если товары и сувениры идут прямо к нам в карман, то норма становится безлибитной. Молодцы. Пока, один-один. Ну-ка. Продолжаем. Вопрос номер два. Какую сумму наличных можно ввозить в страну без письменного декларирования? 10 тысяч евро. Сумма может пропорционально увеличиваться, если она поступает к вам прямо на кипрский счет. А ты молодец. Иди сюда. А я, а я. А ты тоже молодец. Сюда. Вот, да. Итак, последний вопрос. Как искоренить коррупцию в государственных органах? Поднимать командный дух, наказывать за нарушение и помнить, что ты на службе своей страны. Молодец. Не пропустить коррупцию дальше таможни. Здесь ее задержать, задушить и приумножить. Орлы. Благодарю за службу. Как стараться? Ничья. Продолжайте работать. Как ничья? А повышение? Походу, к нему опять проверка из министерства приехала, а он ответы на вопросы боится спросить. Ага. Вот Якубович. Это хорошо, что нас еще не наказал за игру в деньги на деньги. Угу. Наказал на деньги. Хочешь отыграться? Конечно. Тусуй. Ладно. Ну, смотрите, у вас скоро будет операция, поэтому сдаем на моющее и на канцелярию. Вот, пожалуйста. Ага. Вот, теперь операция пройдет успешно. Во всяком случае, я мешать не буду. Ага. Так, дальше. Добрый день. Извините, я тут, это... А вы кто такой? И почему вы шаритесь по палатам? Я больницу проведать. Я апельсины принес. Я... Это мой муж. Ах, муж. Я сразу не поняла. Что-то мямлет, мямлет. А проходите. Стоять! Почему не в бахилах? А? Где ваши бахилы? Да они чистые, там сухо на улице. Что вы говорите? Я что, тут просто так мою полы, что вы тут засрали все? Идите и купите себе. Пожалуйста, пойди и купи бахилы. Да, милая, конечно. Сейчас я мигом, я быстро. Я вниз, да. Смотрите дальше. Больница не несет ответственности за трезвость врача. Но если я за этим прослежу, а я прослежу в случае... Если вы этого сами захотите. Так, трезвый врач. Хорошо. Пошли дальше. Вот я надел ваши бахилы, еле нашел их. Все, я могу войти? Вы слепой? Вы не видели, что на двери черным по белому написано верхней одежде не обходить? А вы сразу не могли сказать? А вы сразу не могли спросить? Тем более гардеробщица тоже хочет заработать. Зайка, пойди, пожалуйста, сдай верхнюю одежду. Хорошо, милая. Я быстро, я вниз, я одежду сдам, я сейчас приду. Боже, как вы с ним живете. Ужас, ужас. Значит так, идем дальше. Шприцы есть, но новые шприцы... Вот, сдал. Зайка, а что ты так долго? У меня петельки не оказалось, пришлось пришивать ее. А нитки и иголка тоже платные тут. А потому что нужно приходить со своей петелькой. Все, я могу теперь зайти? Нет, конечно. А халат? Или вы тут в сарай входите, а не в палату? Зайка, я очень соскучилась. Пойди, возьми халат и приходи уже. Хорошо, я сейчас приду в халате. Так, и что я еще хотела сказать? Вы намного сообразительнее, чем ваш муж. Вот, одел все, что есть в вашей больнице. Все, теперь могу зайти? О, фига себе. Слушайте, вы что, спиртом надышались? Чего вы орете? Пациента мне разбудите. Имею право. Этот пациент, между прочим, моя жена. Ну, здравствуй, муж. Я не понял. Я не понял. Я не понял. А где моя жена? Выписали еще вчера. Что же вы так долго собирались, муж? То есть как выписали? Я ей апельсинчики принес. Не пропадут. Офигеть, жену проведал. Ну, надо было быстрее собираться. Так, больной, раз уж вы проснулись, напоминаю, что у вас сегодня операция, поэтому сдаем на моющее и на канцелярию. Так. Канцелярия. Руки, руки. Мэл. Руки, мэл. 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 Давай им деньги. У нас в ракансе надо. Стрепку почтят. Черт. Давай. На троих. Тихо, тихо. Куда так несемся? Добрый день. Здрасте. Здрасте. Ой, понимаете, тут такое дело, я даже не знаю, как объяснить. А вы начните, а мы как-то разберемся. Мы с женщинами часто работаем. Где в машине лучше всего... Ездить за рулем. Ну, это я знаю. Где в машине лучше всего заниматься... Спортом лучше в зале. А в зал ездить на машинке. А в машинке надо быть за рулем. Боже, как неудобно это говорить. Где в машине лучше всего заниматься... Сексом. А, теребонькаться, что ли? Это мы вам сейчас покажем. Да, мы вообще с ним специалисты. Не, ну не вместе. Не вместе. В отдельности. И только с женщинами. Ну, так вы мне поможете? Ну, так, конечно. Сейчас, секундочку. Давай сейчас на пальцы кинем, кто с ней первый пойдет. Теребонькаться. Чего ты решил, что она хочет с нами теребонькаться? Она же тебе прямым текстом сейчас сказала. Хочу, мол, теребонькаться. Научите меня. А, ты... Мужчины, мне кажется, здесь один не справится. Вдвоем даже лучше будет. Ну вот, вопрос снят. Так. Так. Ну, с чего начнем? Ну, так... Ну, предлагаю начать с переднего сиденья, так как она самая популярная. Да. Залезайте. А, вот так даже. О, взяли инициативу в свои руки, как говорится. Крыться. Так. Сейчас. Здравствуй. А ну-ка. Ой, я тут как-то... Чего? Ай. А вам не кажется, что здесь не очень удобно? Да да. Это мягко. Вообще неудобно. Может, попробуем на заднем сиденье? Да, давай. Бывайте. Да, помоги. Ай, судорога. По-моему, здесь тоже не очень, да? Вообще неудобно. Очень неудобно. У меня судорога. Какие-то есть еще варианты? Можем сложить сиденье и в багажнике. А, сиденье раскладываются. Да. Давайте. То есть это самое удобное место в этой машине? Да, очень удобно. Тут и места много, и на бочок. Вот так вот. Надо тут нагнуться. И вот так. И вот так. И вообще втроем очень удобно. Это что такое? О-о-о-о. Это не мое. Я так и знала, что мне этот кобель изменяет. Спасибо вам большое. Без вас я не нашла бы этих доказательств. Слушайте, женщина, так может мы прям здесь, на месте этому вашему кобелю, как отомстим? А давайте. А давайте. Это очень хорошая идея. Я сейчас. Отлично. Сиди, раздевайся. Выходите. Выходите, чтобы вам случайно не досталось. Ну все. Хана в твоей машине. Вы что делаете? А-а-а. Зачем? Зачем сюда? На троих. Секундочку. Ага, ага. Секундочку. Ага, ага. А-а-а. Открывай. Как тебе? Мы сегодня будем играть в больницу? Угадал. А где ты взяла настоящий халат, шапочку с крестом? У подружки взяла. Она работает врачом. Больной. Ага. Что все говорите, говорите. Давайте я вас буду осматривать. Давайте. Где у вас болит? Ой, везде. Везде вот тут болит. Ой, тут болит. И тут? Ниже. Вот тут? Ниже. Ну, тогда я сделаю вам массаж. Да. Ва... Стой, стой, убегай, я вон. Муж, муж, что делать? Что делать? Быстро, быстро. Надевай халат. Что? Я? Да. Доктор, доктор. Доктор. Все, все. Надел. Надел? Да, да. Молодец. Ах, так больно. Э, алло. Ты кто такой? Э, что это тут за доктор? Ай, кому-то сейчас будет больно. Алло. Станчивый. Тихонушка, ты неправильно все понял. Неправильно я понял. Я приболела и вот вызвала врача. Да, вот. А, врача? Да. А что у тебя болит? Гриб. Язва. Так, подождите, гриб или язва? Э, ну... Грибовая язва. Ну... Ай! Да. А, что, так бывает, что ли? Да, да. Блин, я не знал. Такой... А что же это за доктор? Подожди, грипп и язва. Ну, такой универсальный доктор. На все руки доктор. Да. Вы знаете, в наше время нужно совмещать разные профессии, чтобы как-то выжить. Вот. Ну, это да, я вот тоже одновременно держу и сеть шиномонтажа, и асфальтные заводи. Ну, видите, видите. Да, как говорится, одно другое кормит. Не мешайте, мы здесь. Подождите, слышишь, ну, если ты такой универсальный, может, ты мне поясницу посмотришь, потому что защемнил что-то. Извиняюсь, как вас... Меня... Наталья Викторовна. Врач. Проктолог. А вот, знаешь, в наше время надо уметь совмещать не только профессии, но и способ жизни, чтобы как-то выжить. Ну, что ж, тогда мы тоже совместим сейчас. Сначала мы поиграем в проктолога. Да? Это как? Ну, это я сначала тебе оторву, то, что тебе мешает стать Натальей Викторовной, да? А потом я тебя в асфальт закатаю. Ага, а может, не надо? Ну, как не надо, если надо. Пойдем. А ты готовься. А что я? Пойдем? К чему? А что... Проктолога играет. Не надо. Не надо вправо. Так ты что? На краях. Я тебя запомнила, ясно? Довели моего Женечку? Ну, во-первых, добрый день. Для вас не очень. Что вы себе позволяете? Это вы, что себе позволяете? Мой Женечка срывает свою спину из-за этих ваших тетрадей, учебников, дополнительных материалов. Ну, извините. Учебный процесс. Что вы говорите? Учебный процесс? А у моего Женечки даже каникул не было. Это не может быть. У нас же есть график. А может быть, к моему Женечке какое-то предвзятое отношение? А? Это исключено. Нет, не может быть. Конечно, не может быть. Не может быть. А еще, между прочим, трудовик и физрук заставляют его пить. А вот это возмутительно. Я обязательно проведу с ними беседу. Проведите после больничного. Как это? А вот так вот я уже провела с ними кое-какую беседу. А еще я не понимаю, почему мой Женечка должен все время заполнять за всех журнал? Ну, это надо поговорить с классным руководителем. Можно было бы поговорить, если бы у него был классный руководитель. А у него что, нет классного руководителя? Представьте себе! А в каком он классе? В третьем Б. В седьмом В. И пятом Г. Что, сразу в трех? Вот это меня и возмущает! Ну, разберемся. Разберемся обязательно. Вы не волнуйтесь, присаживайтесь. Спасибо. Попейте водички. Спасибо. Так, вы говорите в третьем А. В третьем Б. Да-да. В седьмой А. А, Альбина, я не... Можно это... Можно я быть домой? Домой? Так, а журнал вы заполнили? Да. А тетрадки с контрольными проверили? Почти. Ну, как это почти? Вот берите эти тетрадки и дома проверяйте, если не успеваете здесь. Хорошо, хорошо. Вот! Вот об этом я и говорю. У моего Жени сорвана спина. А вы эти тетради заставляете таскать. Вы понимаете, что от него уже никакого толку? Ни на кухне, ни в постели. Не надо, пожалуйста. К Евгению Николаевичу есть? Да, это и есть мой Женечка. А, кстати, Пикуся, если ты уже пришла, то, может, ты сдашь деньги на день учителя? Что? То есть вы еще и деньги с него сбиваете? Нормальная школа. У жены нет ни сапог третий год, ни на море она не может съездить. А вы тут деньги на день учителя собираете. Ну, что я могу поделать? Ведь день учителя скоро. День учителя? Да. Это праздник. Ну, что ж, тогда сейчас вы отправитесь к трудовику и физруку. Вику? Удочку? Куда это я? Куда я нет? Не надо, я тебя... Что вы делаете? Что я делаю? Евгений Николаевич. Управы на вас нет! Я в ней пункт! Что вы делаете, женщина? Я в ней пункт! Женщина! Я хочу! Я справедливости как отцов хочу! Женщина! Что, Жека понял, что с нормальными бабами не получается? Сделал себе куклу-дрюклу? Очень смешно. Между прочим, это подарок. Африканские партнеры подарили. Да, вот африканцы думают, что именно вот так европейские женщины выглядят, да? Кстати, слушай, она мне кое-кого напоминает. Такая же маленькая, противная. Но вот это. А ну-ка, быстро ноги подняли, рукожопые! Похоже, похоже. А ну-ка, быстро ноги подняли, рукожопые! Нина Сергеевна, вы чего? Мы ничего не сделаем. Чего вы на нас орете-то? Что-то захотелось забежать к вам, покричать и пол под ногами помыть. Ой, странно. Слушайте, у вас вроде не холодно, а меня трусит. А? Я понял. Саня, это кукла Вуду. Какая еще кукла Вуду? А? Что делать? А? Кукол, что вы делаете? Круто, дай попробую. Нет, подожди, я еще не наигрался. Это моя крючка, дай попробую. Что вы делаете? Вы же меня разорвете! Рукожопые! Так. А это... Ох, рукожопые! То держитесь. Я еще вернусь. Странно. Она просто забрала куклу и ушла. Она же должна была нас надубасить. Дело дрянь. Значит, она придумала что-то пострашнее, чем просто избить нас мокрой тряпкой. Ой-ой-ой. Контрол-С. Где это? Вот это контрол. А-а-а-а. Ц, контрол-В. Ц, В. Контрол... Ну и что? Рукожопые, как у вас дела тут? Нина Сергеевна, вы нас это... Вы простите нас, пожалуйста, за ту куклу. Мы правда не хотели, честно. Какую? А-а-а. Ну что вы, я вообще не обижаюсь, я даже забыла об этом. Я вам даже подарочки приготовила. Вот. Что это? Ну это вашей куклу Уду. Какие-то наши, они на нас даже не похожи, и руки у них не с того места растут. Вот как раз из того самого места и растут. Ну давайте проверим вообще это работает или нет. Так, а ну сели, встали. Сели, встали. Нина Сергеевна, хватит, ну хватит. Нина Сергеевна, ну хватит. Мы больше не будем, все. Не будете больше? Нет. Ну, ну ладно. Ага, нет. Я просто так не уйду. Вы теперь пойдете в мужской туалет и будете там драть полы. Чего это? А если вы не хотите, то тогда хап. Что вы делаете? Хап. Ну это... Ну что, я просто хочу посмотреть, как мужчины любят друг друга. Что вы делаете? Прекратите это делать. Эй, 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 эй. Ну хватит. Все, все, все. Не будем тратить. Все, мы помоем все. Помоете, да? Так, мне еще было интересно, вот если один другого... Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Ну ладно. Быстро побежали, побежали, побежали мы туалет, побежали. Не, ну все-таки интересно, если вы хотя бы разочек. Ну вот, мясо пропало. Как теперь обедать? Хотя с антибиотиком. Ну вот, теперь можно и пообедать. Здравствуйте. Уважаемые, мне надо две коробки сильного ослабительного. Что, решили весело провести выходные? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе? Понятно. Вот. Хорошая проносинка. Пожалуйста. Нет, вы меня не поняли, мне надо две коробки, ну, ящика. Что, в гости приехала теща? Её эта штука уже не берёт А зачем? В таком случае так много Просто понимаете, я работаю шеф-поваром в одном элитном ресторане А у нас на завтра банкет заказали депутаты А, идею, я кажется, понял Ну подождите, голубчик, вас же могут уворить Я давно хотел оттуда уйти А так, сдрысну красиво Красиво, говорите? Нет, это будет феерично Согласен Иду за ящиками Давайте, жду Добрый день Ой, здравствуйте Поздравляю, я за вас голосовал Да? Ну, возьмите конфетку А лучше бы вы нормальные дороги сделали Лучше бы вы тарифы снизили Лучше бы вы... Ну, не хочешь конфетку, как хочешь Так... Что вам надо? Что-нибудь скрепляющее для желудка Омарами отравились? Или что там у вас в столовой подают? Нет-нет, завтра у нас депутатская тусовочка небольшая Поэтому, как говорится, перестраховаться хотелось бы Что, не доверяете кухне? Я вообще никому не доверяю Знаете ли, 10 лет во власти научили кое-чему Подсыпать могут что угодно Что угодно Неужели есть такие люди, которые хотят сделать плохо нашим народным избранникам? Представляете? Ай-яй-яй-яй-яй-яй Да-да-да Вот возьмите прекрасное средство Проносин? Угу А это разве... Ну, у него не обратный эффект? А это такая новая фишечка Называется обратный маркетинг А-а-а, я знаю, у нас тоже полно обратного маркетинга Вот мы обещаем снизить тарифы, а на самом деле повышаем Обещаем повысить зарплату, а на самом деле понижаемся Обещаете не воровать, а на самом деле... Ну-ну-ну, ты не увлекай себя Так, а это точно поможет? Конечно Поможет так же, как и вы помогаете своей стране А хватит мне одной коробочки А знаете что? А возьмите целый ящик. Угостите своих коллег. Почему бы и нет? Я все-таки глава фракции. Хорошо. Сколько с меня? Абсолютно бесплатно. Это президент от народа, так сказать. Бесплатно я люблю. Хотите конфетку? Благодарю. Не хотите пососать или боитесь, что у вас слипнется? Оставьте, оставьте. Хорошо. Ну что ж. Хорошего банкета. Спасибо. А вы еще мечтать будете, чтобы у вас слиплось.